Добрый вечер, это Уолл Стрит Онлайн, по традиции уже на протяжении трех лет 20.00 в пятницу по этой же ссылочке мы рассматриваем основные фичастные рынки на базе платформы Уолл Стрит Онлайн, анализируем объемы, важные уровни и проецируем сценарии на следующую неделю Сначала разберем, какие важные новости будут на следующей неделе и 23 февраля, понедельник, у нас день, такой праздник защитника Отечества Так что 23 февраля, наверное, торговать не будем Также во вторник ВВП Германии и годовой индекс потребителей Это вот из новостей, которые нас ждут потом в среду по штатам продажи новых домов И еще такой вот момент будет речь Елен Не знаю почему, скорее всего перед ВВП, который будет в пятницу по штатам в 8.30 на открытии Америки Его ожидают снижение показателя по ВВП Это может вызвать волатильность, поэтому в пятницу осторожней Плюс в среду может быть и под продажи новых домов И речь Елен какие-то коррективы ведет, поэтому вот там осторожней В пятницу также нас ждет опережающий индикатор отчет по КОФ И там интересная ситуация Ожидают падение на 6 единиц То есть предыдущий показатель был 97 Ждут порядка 91.5, 91.3 То есть это очень резкое изменение в худшую сторону То есть обычно при таких изменениях ожидается нисходящая динамика на месяц Так как он раз в месяц выходит Поэтому зафиксируйте этот момент и посмотрим, как в пятницу пройдет отчет Ну и будем по евросектору следить Ну, со звуком, как обычно, какие-то проблемы Качество все никак не наладится Так Еще такой момент 25 февраля, 4 марта, 11 марта и 18 марта будут открытые лекции Две темы уже утвердили Это на 25 и на 4 марта А 11 и 18 марта темы лекции можете предложить вы Просто необходимо пройти на Facebook в группу Wall Street Online И там предложить тему, которую разберем и в деталях рассмотрим Самое интересное и Если поддерживают остальные участники То мы их как раз и возьмем на 11 и 18 марта Следующий момент Это трейдер с рейтинг Сейчас посмотрим публичных трейдеров Как у них стоят дела на этой неделе И начнем по традиции с S&P 500 Первый у нас за неделю пуша Давайте посмотрим его сделки Вот буквально одна покупка Аккуратненько зашел Частично зафиксировал И в моменте он закрыл Неудачно, правда Можно было и поставить без убыток остальную часть И стоять дальше в покупке Причем Еще до следующего дня Второй у нас американец Также были попытки купить И все вроде получилось Еще раз И пересидел Вот такие бывают моменты Видите, как Хотя бы часть бы зафиксировал Здесь было бы вообще отлично Продажу хорошо провел И подставил S&P В пятницу мы сделали без убыток Ну, неплохо, в принципе Американец может Так, Kionics Тут сражение было Очень-очень 27 пипсов Ну, видите По количеству взятых тиков за неделю Достаточно слабенько поработали Учитывая волатильность И неадекватность В абсолютном поведении Сейчас S&P Ну, я не раз Упоминал, что Под конец контракта Стараются волатильность раскачивать И смена динамики То есть, такие боковики идут Необъяснимые Вот, поэтому Это Можно было предугадать Савос Вот какой-то трейдер появился Тут набор пирамиды Это мы даже смотреть не будем Было бы, такие ники даже не читаются Ну, в принципе, там Что-то у нас Слабовато, как видите, на этой неделе Давайте посмотрим еще РТС Может, там какие-то чемпионы Отличились СВК, как обычно Порадовал 500 пипсов за неделю Причем хорошая продажа Вот была сегодня Получается Сутрак продал И взял все практически движение Внутри сессии Отлично так держать Чаруан Опять же Все старички Справились Потом Тут Тут нужно Корректировать Набор убыточной пирамиды Не приветствуется Это Макс 370 пипсов Тут Сражение было Действительно Постоянно Все движения Пытался взять Ну, в общем Надо серенец посмотреть Андрей Крутая продажа, правда? Ну, это На фарт Потом Покупил даже Плюс закрыл И Тут Судя по всему Пошла звездная болезнь Набор убыточной позиции Пересидел Ну Никуда не годится Без топов Без ничего Так Трейдер 33 Неплохо продал И вот сейчас В покупке стоит 10 топов Хорошо Посмотрим Чем это закончится На следующей неделе Маркушин Тоже Порвал 17 числа Неплохие были Продажи И Не Выпустили его Шорт Без убыток Ушел Вот Сразу 99 контрактов Видите Закрыл Буквально в моменте И Потом Почему-то Еще Решил Один контракт Забабахать На самом Минимуме Сессии Ну Дело Такое Ну На РТСе Уже Поинтересен Поактивнее Так На Рубле Тут Тоже Не особо Как видите Буквально Ярослав Мудрый Какая-то была покупка И без убыток Ушел Пересидел Там больше Некого Даже Смотреть Так Сильно Плохой звук Сейчас попробуем Как-то Корректировать Если Да То Так По Еврику У нас Первый Рин М3 Вот такая Продажка Была И Как видите Покупка На самом Минимуме Протащил Всю Волатильность И тут Продажа Тоже Такая Была Рисковая Но Взял Молодец Карлос Хорошо Вообще Просто Продажа Прошла Уровень Так Сейчас Попробуем Попробуем Так Так Лучше Не Я Уровень Передвинул Вот Ну Карлос Крутая Продажа На самом Деле Сопровождение Тоже Неплохо Вот Здесь Звиксировал И Уже Без убыток Повыходил Жаль Что Здесь Снова Зашел На шорт Что Движение Достаточно Импульсное На покупку И Прям Так В моменте Зашертить Может Не Получиться Ну Вот За 19 Число Конечно Браво Ну В принципе И 17 Тоже Неплохо Получилось Все Со Второго Раза Крыто Продажа Жаль Вот На этих Уровнях Не Было фиксации Так Было бы Все Неплохо Так Сардоникс Ну Тут Вообще Просто Круто И Продал И Купил На 16 В числа Здесь Правда Ничего Не Получилось По Покупке Закрыли Жестко Ну В принципе 40 Пипсов Есть Так Левич 80 Бестопов Лайв Шорт Тоже Убыточные Позиции Были Так Следующий У нас Стикер Будет 40 Лист 150 Тиков Неплохо Хотя Нет Поспешил И Хвалить На максимуме Купил За что Сразу Получил По стопам Снова На максимуме Купил Так Нет Нет Такие Торги Не Годится Так Андрей 140 Пипсов Тоже Никуда Не Годится Кошмар Так И Нефть Сейчас Возьмем Мы Будем Переходить Уже На Обзор Так На Нефтянку На Сайз 215 Пипсов Нужно Разбираться Детально По Каждой Позиции Не 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 Столько Контрактов Набрать В Бутки Это Нужно Много Миллионов Долларов Иметь На Счету Торговом Юра Отпустил Покупку С Большой Просадкой Тоже Никуда Не Годится Ну В общем На Эту Неделю Как-то Не Очень Поработали Ребята Достаточно Много Грязных Сделок Даже Похвалить Только Никого Ну Все Да Остальные Все В нуле Либо Жил В убытке Вот Такие Вот Результаты Ну Под Конец Контракта Это Нормальное Явление Неадекватные Торги Плюс Раскачивают Рынок Так Ну что ж Начнем С С С С И Завис Индекс На Макушке У Дв С С И Боковик Уже Порядка Четырех Сессий Подряд И Пятая Сейчас На Волатильности Объем Упал И Наверное Под ВВП Это Все Дело Как-то Сбросит И Будем Смотреть Уже Относительно этого массива как будут распределяться то есть возможно под среду раскачают по выбрасывают селеров а потом в пятницу еще и байеров то есть под конец контракта это нормальное время поэтому там осторожнее торгуйте если есть уже плюс по мартовскому контракту то я бы я бы там вообще не лез чувствуется что там будет очень горячо и просто так не сдадут эту продажу если она вообще пойдет значит учитывая то что на максимуме контракта во первых его пробили обновили на то есть раз два три четыре пять сессий спокойно идет ликвидность на покупку и с н пи не падает на это то стоит учитывать то есть каких то жестких импульсов и давления со стороны селера пока вот мы не видим то есть байер отвечает по ликвидности сейчас мы подойти посмотрим ну в общем даже уровень 20 84 20 83 до загрузка на покупку не пробили причем сразу нужно выделить вот три раза уже тестировали этот уровень но ниже не ушли то есть байер вполне адекватно поддерживает ликвидность спрос и пока не могут уронить котировку значит покупки там еще какие то проходят и я думаю что просто так этот уровень не сдадут то есть будет вынос топов сто процентов плюс падает уже оборот как видите все все меньше и меньше то есть не не хотят участвовать в торгах то есть там не заходит крупный участник скорее всего в основном будут выходить уже в принципе пора тут осталось вот неделька следующая и 2 по 6 9 по 13 будет переход контракта то есть осталось адекватных толком две недели спираться будет уже там 18 19 вот поэтому на макушке я думаю я я бы вышел уже то есть если у меня был бы крупный объем и его просто стоял бы с 2004 или 2000 но я бы уже там выходил поэтому кучу байеров выходит то есть эти продажи плюс байерки ты еще удерживая эту котировку поэтому волатильность там нужна и вот дельта самое интересное что дельта действительно подтверждает работу байеров хоть объем идет и маленький но начиная с двенадцатого числа видите то есть в основном каждую сессию закрывает байер по дисбалансу и вот на этой неделе также все четыре сессии вот 17 по 20 число тоже работа байера поэтому их если действительно будут идти дальше синопии до конца контракта то будут сбрасывать стопики это 78 80 может даже 75 могут цепануть там под ввп могут раскачать и это будет наверно очевидно то есть это ожидаемо так посмотрим по открытому интересу что у нас там выходит не выходит и сейчас посмотрите вот видите то есть пока еще сильной фиксации последние особенно вот пять сессий только набирают позиции так как давайте увеличу сейчас выделить только текущий контракт будет сразу заметно видите вот так как зеленым отображается открытый интерес значит там увеличивается количество сделок в рынке то есть те байеры которые там заключают сделки они вот наоборот наоборот открывают позиции еще не прошла сильная фиксация стоит учитывать супер супер неделя пошли наверх потом вниз потом снова наверх флэтовый 18 число такое достаточно и четверг и вот такая вот беда у нас скорее всего вот этих байеров и скинули уже поэтому возьмем этот диапазон 87 по 83 в качестве поддержки будем мониторить и вот америкосы три сессии достаточно так активно проторговали диапазончик мы сейчас захватим это 89 по 93 вот вот эти 4 бакса возьмем в качестве такого активного массива то есть если будут на следующей неделе удерживать выше этого диапазона то тут налицо на лицо работа покупателя и по открытому интересу пока фиксации жестких нет набирает позиции пробитие вот этого диапазона это уже активно пойдут в продажи что здесь и по техническому анализу в любом случае участники им придет внимание что поддержку пробили начнутся массовые продажи если вы по действительным будет плохой посмотрим как отреагируют плюс елен в среду будет выступать может что такого страшного скажет ну и 20 99 здесь уровень сопротивления вторник встретили в среду и в четверг ну и сегодня даже успели на евросессии то есть 4 раза уже диапазон этот проработали поэтому мы его выделим 95 по 98 98 активное объемное сопротивление на этом уровне ну попробуйте конечно но как по мне неделя будет достаточно опасна потому что осталось две недели и могут натворить достаточно таких плохих вещей на СНП значит выделим самую такую объемную волатильную 15 минутку 8 30 145 тысяч контрактов за 15 минут это объем прошел в этом диапазоне и вот еще немного осталось то есть это самые такие активные сегодня два уровня уже 11 21 и торгуются на максимуме пятницы поэтому закрыл и выше посмотрим потом в понедельник как они относительно вот этой локации она сейчас максимально интересная потому что здесь и на открытии они разместились и вот сейчас байеры здесь активно дальше продолжают размещение то что мы по этому интересу вот такие вот объемы вот такая ситуация поэтому если действительно понедельник вторник будет положение восходящей динамики пробитие максимума то это будет не удивительно так это был смп буквально да и фсх мы сейчас захватим на дневном интервале тут идут без без страха и расширяют диапазоны все выше и выше значит 33.96 свеженький уровень поддержки здесь три сессии было плюс две сессии еще на пробитие работали последняя была на вынос на стопов дальше вот эти два массива мы объединим в один диапазон это такой первый контрольный уровень поддержки пока вот фсх будет держаться выше этого диапазона еще есть байер ликвидность как раз последние две сессии увеличилась сейчас как раз ставки я думаю что не скоро поднимут так как это я не знаю там все их планы накроются да кстати забыл совсем предупредить вместе с wall street онлайн в записи ребята разместят фильм инсайдеры вот и там как раз очень много посмотрите посмотрите как фрс и пять банков и три рейтинговых агентства фактически управляют мировой экономикой фильм весь построена как бы берут интервью у всех у политиков американских управляющих банков у членов федеральной системы некоторые отказывались брать интервью там посмотрите как рассказывают как Goldman Sachs и Мэри Линч торговали против своих клиентов то есть они продавали субкредиты и против них же и торговали то есть причем этот человек из этого же банка признается что вот такие вот были операции также в общем посмотрите там больше двух часов фильм идет его найти можно будет на сайте волфикс и на канале youtube ну и на фейсбуке в волстрит онлайн после обзора его выложат посмотрите очень интересный фильм и там после этого фильма как бы поймешь каждый поймет что вот эти все новости это все так знаете относительно уже и не важно потому что там такие игры происходят которые даже представить сложно еще раз говорю фильм появится чуть позже после обзора канал youtube вы можете найти очень легко через google либо же в youtube вбить волфикс либо на сайте в разделе новости если у вас есть аккаунт facebook то зайдите в группу в волстрит онлайн там тоже его ссылочку скинут если вы подписаны на рассылку то рассылки придет там завтра либо же в понедель так ну в общем первый уровень проверки если будут удерживать то есть после пробития диапазона 40 55 57 вполне может быть какая то корректировка но я думаю что в данном диапазоне они будут еще на следующей неделе немножко болтаться ориентируйтесь как раз вот по объемам последних двух сессий по fsx там на 15 минут мы отрывали выделить их объемы нужно особенно пятницы там вот массив на самом верху сформировали ну и основной диапазон это конечно 33.40 33.96 пока его не пробьют еще есть надежды на продолжение ну тут две недели осталось поэтому я бы уже на вашем месте особо не лез на позиционные сделки среднесрочные потому что любят они очень в конце контракта мучить так да 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 вообще от напечатанных евриков крышу снесло как видите массив такой достаточно плотный и объемный из шести сессий и пошли пробивать выше то есть ну намек на то что мы можем увидеть похожую ситуацию на смп и на фирс в понедельник значит вторая второй сценарий который мог также может быть его в принципе даже интересней проработать то есть какие эти вынесли из этой локации байеров и селеров вот это было у нас вынос покупателей здесь вполне могли вынести селеров и в зависимости того уйдет ниже 10 900 да или же все таки будет оставаться выше 11 будет понятно какой у нас тренд намечается либо продолжение либо же мы уходим под 10 900 и начинается коррекционный момент так еще раз объясняю фильм появится после обзора на всех ресурсах компании волфикс youtube facebook twitter google сайт вот это там все появится вы точно не пропустите вот теперь индекс ртс тут пока тоже волатильность раскачивают самая такая топовая сессия на расширение диапазона за 88 рекорды пока не побил ни один день объемы идут достаточно на неплохих оборотов единственное что вот в пятницу перед двадцать третьим февраля вины не размечались особо то есть другие такие слабо слабенькие но это нормально восемьдесят девять пятьсот по девяносто два это вот диапазон в этой локации из шести сессий три раза тестировали восемьдесят восемьдесят пятьсот поэтому пробитие этого диапазона на следующей неделе наверное на второй план отбросить покупки и главное чтобы не ушли ниже восемьдесят триста восемьдесят четыре шестьсот сейчас мы посмотрим по дельте подкрытым интерес как обстоят дела на РТС значит уровень поддержки это у нас восемьдесят третье триста восемьдесят четыре шестьсот потом такой микроуровень поддержки восемьдесят 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 с банду загрузка на покупку перед пробитием восемьдесят восемьдесят и тяжело им сейчас толкать выше цену но в принципе это нормально так как покупать там не у всех подымается рука Плюс объемы идут неплохие Вроде то есть покупатель там Пока есть Пока не выпустят за 88 500 Вполне есть еще шансы на Продолжение Динамики Ну и плюс нефтянка Желательно на Чтобы была на нашей стороне Так По дельте На этой неделе у нас Как видите Поработали в основном цели Особенно вот Вот эти два массива стоит выделить И 18 числа 778 тысяч контрактов Было из них Дельта 15 тысяч на Покупку Это скорее всего выносили селлеров Поэтому если Желательно будут удерживать котировочку И не пускать Выше 92 300 92 800 Это может быть таким Сигнальчиком на Сопротивление Ну вот это рекордная сессия По ликвидности Вот этот диапазон Где были Активные байеры Практически 86-88 Так и остается Гиперактивным уровнем Байеров И вот Этот еще диапазончик Давайте я его выделю Сказать будет 81 900 82 600 Тут очень активно поработали Причем 3 сессии удерживали Вот Здесь идет раскачка По открытому интересу Мы сейчас Зафиксируем А вот такая вот Ситуация по открытому интересу Значит Фиксируют 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 То есть выходят Поэтому И дельта Всю неделю отрицательная Так как В принципе Рост был Достаточно такой Хороший То есть покупатели Фиксируют Сделки Идет ликвидность На продажу Так как Любую покупку Надо закрыть Шортом То есть это Сразу же отображается На Дельте И выходит Все Все больше и больше На прошлой неделе Выходили На этой Посмотрим В принципе Два две недели До завершения Это Полне нормальная реакция На максимум Закрыть позицию Вот Поэтому уровни Там уже Сформированы Не открытие Сделок А фиксация Поэтому их могут Уже не защищать Опять же Качество Отработки Этих уровней Будет очень Такое Относительное Отличился Четверг Такой Моделью На покупку Вот Это стоит Выделить Давайте Закматим 80 800 Долго Старались И Все таки Развернули Котировочку И пятница Почему-то Два раза Не посмело Уйти ниже 90 Поэтому Присмотритесь На следующей неделе На этот Диапазон Как только Удут За 88 700 То С покупками Я думаю Стоит повременить По сопротивлению Тут вторник и среда Отличились Отдельненько Встретили 91 850 По 92 800 Что вторник Что среда Особенно Среда Здесь Постарались В общем Размещали Позиции И В том Еще даже Был Такой Некий Вынос Стопов Два раза Потом Рухнули Поэтому Если этот уровень Не Осилят То В процентном Соотношении Перевес Вполне Может быть За Селерами Ядро Недели Я бы Выделил Диапазон Не 92 Как Показывает ТПО И 90 Чуть Плотнее Вот как раз Там где за 50 тонн Вышло 91 490 Вот этот вот Диапазончик Он у нас такой Как Ориентирный Будут торговаться Выше Еще Байеры Есть Будут ниже Еще С покупками Нужно повременить Сейчас как раз Мы переходим На валютные Фьючерсы Начнем Сей Рублика Это не рублик Итак На рублик В отличие От РТС Объемы Идут На достаточно Хороших Оборотах И Удерживают Давят Давят Но Как видите Все Сложнее Сложнее Толкать Котировку Ниже Поэтому 862 Вот Выделим Здесь уже Две сессии Получили Такую поддержку Вот 82 82200 Возьмите на всякий случай И Таким показательным Неориентирным Диапазоном Для рубля Будет Как раз Вот этот массив Здесь Три сессии Очень активно Торговали Сейчас посмотрим На дельте И по споту В 62 450 63 250 Вот Массив Достаточно Объемненький Вот И Сильная реакция На В 64 Будет Означать Что Все таки Побаиваются Слабление Рубля И Ожидают Рост 64 66 400 По 60 750 Это у нас Самый Основной Диапазон Здесь Была Вся Защита Вся В общем Защищали Как могли Поэтому Number One И Тут И тут Массив Достаточно Объемный Это Диапазон Который Нам Будет Нужен И На Следующем Контракте Как Ориентированный Поэтому 6 400 По 67 750 Можете Выделить Себе И Мониторить Его В Едининском Контракте Ну И Такой Ужим Кордон Блокпост Это 70 По 70 700 Тут Уже Были Два Раза Но Два Все Удержали Сейчас Посмотрим Спот И На Дельте Тоже Посмотрим Сейчас Это Все Самые Самые Активные Сессии На Скоте У нас Пришлись Как раз Вот этот Период Тут Две Сессии Максимально Ликвидные Вот В эти Дни Прошел Самый Мощный Объем Который Создал Сопротивление И потом Еще В Дельте Сессии После Трех Сессий Как видите 5 Торговых Сессий Все Шли Не Позволяли Ути Даже За 67 Поэтому Тут Массив Обязательно Выделим 65 50 По 67 05 Как Сопротивление Ну и Активность На Этом Уровне Давайте Возьмем Так Вот 68 80 По 76 Такой Массив Активный На Разворот Реверсивный Защитили Тоже Здесь Размещение Последнее Прощание И ушли Тоже На Хорошем Объеме Сейчас Падение Притормозили То есть Скорее Сего Ждут Каких Триггеров Но Такие Массивы Частенько Распределяются Как раз На Покупку Потому Что Они Достаточно Так Уже Порядка Четырех Пяти Сессий Здесь Торгуются И Реакции Никакой Нет Ни На Покупку Ни На Продажу И Как раз 60 Какой Там У них Получился Уровень 61 40 Вот Тут Посмотрите Потому Что Поставьте Даже Алерт На Эту Цену Если Не Уйдут На Сущей Неделе Там Понедель Вторник Ниже 61 40 То Может Быть Вынос Топов Минимум До 60 Топов По Дельте У нас По Тим Вся Неделя На Байрах Поэтому И Притормозило Снижение На Доллар Рублем Байер Байер Были И 16 Числа Активно И Полляма Сегодня И торгуются Они Как раз Не Ниже 61 50 Возможно Еще раз Попрощаются С 61 20 То есть Будьте готовы Что Может Все таки Пойти На 63 Котировка Может Даже На 64 И Объем Мощный И Дельта Тоже Достаточно Выделяется Неплохо Значит На Рубле Посмотрим Как Там Обстоят У нас Тоже Витя На Рубле Не Стесняются Две Сессии Подряд Идет Дельта За Байером Можете Даже Выделить 62 900 По 62 300 Как Возможно В Поддержке Но Здесь Обязательно Нужно Дождаться 63 400 То есть Выход За Этот Диапазон И Только Потом Уже Можно С этим Ровнем Работать В Каче Поддержки Тут Очень Как Раз И Привлек Вот Уровень 105 На Селере На самом деле Вот Поэтому Этот уровень Нужно Пробить Чтобы Потом Уже Применять Поддержку Если Не Пустят Выше 63 300 То Скорее Сего Там Все Таки Солеры Удерживают Котировочку И Могут Быть С Покупками Проблем В этом Плане Так По Открытому Интересу Посмотрим А вот Так Вот Видите Фиксируют Начиная С С Начало Февраля Все снижения Которые Фиксируют Фиксируют Все Те Которые Купили Вот Здесь Как раз Позиции Открывались До Где-то 12 Января Особенно Вот Здесь Вот Пошла К Сейчас Вот Выходит Ну Закрытие Уже Достаточно Таким Жоткие Идут Поэтому Уровни Последние Свежие Они Сформированы Фиксацией А не Открытием Позиции Поэтому Их Приоритетность И надежность Очень Сомнительно Это Учитывайте Мои Как бы Рекомендации Вообще Не Работать Пойти Две Недели Просто Отдохнуть Снять Кэш И поехать В Ко-нибудь Путешествие Так Не хочет Просто Вот Застрелить Сынбулкап Он Не Хочет Рубль Выделять Почему То Сирен Роб Сыня Так У нас Минозим Интервал И Ядро Недели У нас 63 Двести Псят 62 650 Вот Из поддержки Стоит Обратить внимание 62 62 250 61 950 Вот Пока Не уйдут Ниже Есть Еще Шансы На Рост Но Учитывая Фиксацию Покупок Огромную То есть Это Продажи Вот И На Всякий Случай Все Такие Будьте На Будьте Готовы Что Могут Еще Дальше Растегануть 63 500 63 900 Тут Постарались И понедельник Вторник И Еще Стоит Выделить Вот Этот Массив 18 Числа Который Четверг Достаточно Так Открыто Защитили Селеры Первый Подход Был Очень Грубо Здесь Три Раза Не Опускали И Уже Ближе К Америке Попрощались И Сиганули На Практически Минум Четверга И Пятница Как видите Не особо Смело Даже Эти Два Уровня Защиты Не Пробили Это Такой Признак Активности Неспособность Ути Выше 62 650 63 250 Будет Намекать О Возможной Нисходящей Динамике На Следующей Неделе Если Вы Все-таки Стоите В покупках На 62 То Вам Нужно Обязательно Чтобы Рубль Пробил Вот Как раз 63 300 Как минимум Это Первая Локация Нужно Нужно Одолеть Этой Паре Так Еврик Начал Волатильность Ликвидность Ну В общем Как он умеет Надо уже Лимиты Немножко Поменьше Поставить Потому что С этой Волатильностью Они Они Толком не дают Выделить Объемность Значит Обратим Внимание Как Затянули Уже С Уровнем 14 13 То есть Стоят Уже Достаточно Долго Тут Массив Объемно Проработали Вот Вроде Как Попрощались Поэтому Если Либо Сегодня Мы Закрываемся Ближе К 144 Может Вполне Быть И Динамика На Север Потому что Локация У нас На 1.4 Такая Неслабенькая Вот Она У нас И Гидроволатильность Прямо Такое ощущение Что Всех Байеров Которые Затаривались Вы Здесь Вы Это Понятно Будет Уже Как Закроется Будет Закрываться В этом Диапазоне Скорее Сего Это Все Будет Вынос Стопорей Сейчас Посмотрим По Дельте Ближайший Уровень Сопротивления У них Ну Массивный Это 15 80 16 40 Ну И Вот Эти Ребята Которые Загружались Мы сейчас Выделим Тут Тоже Могут Быть Проблемки Вот Там Спекулятивно Попробовать Но Опять же Время Не очень Хорошее И Очень Приятное Заглянем Все Таки За Кулисье Я даже Не сомневался Что Они Договорятся Потому Что Греция Это Как Вот Штатах Банки Когда Банкроты Начали В 2008 Году Как раз Фильм Посмотрите Там Когда Отвечают На Интервью Просто Даже Некоторые Политики Некоторые Деятели Банков Просили Выключить Камеру И больше Они Не будут Отвечать На Вопрос Или Боже Только С Адвокатом Такие Рассказывают Про То Как Эти Банки Просто Что Хотят То И делают С Клиентами Клиентскими Средствами Так У нас Идет Дельта На Продажу По Еврику Сейчас В принципе Она Сохранялась Начиная Шестого Числа Вот И Если Байеры Здесь Все Рекиталили Покупки То Вот Это Все Стопори Как раз Они Отобразились На Нижнем Гистограмме Мы Чуть Поменьше Лимита Поставим Раз Два А Вот У нас И Те Собственно Покупатели Значит Их Мы Выделяем Вот Этот Диапазон Есть Лея Сценарий Что Мы Сегодня Видели У нас Стопорей То Понедельник Вторник Постараются Эти покупатели Все таки Удержать В плюсовой Территории Котировочку Так как Они Затарились Непосредственно Тут И Держать Постоянно Котировку В отрицательной Зоне Я думаю Не особо Интересно Будет Если Пройдет Новость Что Грецию Оставляют Сам на сам Со своими Бедными Проблемами То Начнется Цепная Реакция И Потом Это Не остановит Ни Драга Ни Никто Начнется Португалия Сталия Испания Испания В конце Франции Вот Поэтому Они Все Что Угодно Будут Рассказывать Но Грецию Они Просто Так Не Не Задавят Скорее Будет Просто Тянуть 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 Я Про Эту Грецию Уже Знаете Сколько Лиц Вышел Как Только Нужно Как Создать Шор Ти Чтобы Затариться Они Начинают Вспоминать Грецию Если Нет Никаких Катастроф Болезни Эпидемии То Как Раз Вот Как Такой Козырь А Мы Прогресс Уже Забыли Давайте Еще раз Грецию Вспомним Вот Вулкан Который Начал Активность Прогресс Забыли Затих Вулкан Опять Греция Вот Поэтому Греция Это Знаете Как Причем Сами Загружают Страны Кредитами Дают Сколько Хочу Вот Потом Эти Страны Газнут В этих Долгах И Не знают Потому Что С ними Якобы Делать На самом деле Всем Абсолютно Наплевать На эту Грецию И Нужно Удержать Систему Карточного Домика Который Рушится Значит Обратите Внимание На Такую Активность Как Раз В диапазоне 13 25 13 17 Вот И Последние Три Сессии Как Размещение Здесь Поэтому Уверенное Такое Достаточно Даже Напористое Удержание Выше Этого Диапазона По Еврику Может Дать Признак Намек На То Что Хотят Все Таки Немножко На Север Сходить По Еврику Возможно Хотя Бы До Последних Две Недели Вот Так Ну Вот Например Из того Фильма Ну Кризис Был В 2008 Году Помните Когда СНП Жестко Падал Банки Спасали Некоторые Банки Купил Банков Америка Некоторые Конгломераты Просто Выкупили Банк Который Обанкротился Через Два Месяца Получал Стандартный Пурс Мудис Рейтинг 3А Либо же 2А За месяц До Краха Поэтому Статистика Которую Штаты Объявляют По тому же ВВП Безработицы Та же самая Вот сейчас Грецией Идет просто Игра Как бы И Мы Вроде Как Это все Должны Понимать Как Переживать И все Стоит Там Просто Идет Цирк Ну Извините Конечно За Литературную Я После Этого Фильма Который Посмотрел Я Даже Не знаю Как сейчас Новости Смотреть Как на Них Реагировать Вот Поэтому Ну Посмотрите Это Сегодня Или Завтра Согласитесь Потом Так Дальше Идем Сейчас Посмотрим Что у нас По Интересу По Еврику Так Ну Что У нас Тут Такая Вот Схемка Тут Набирали Тут Набирали Особенно Вот Эта Часть И Тихонечко Вот Скидывают Скидывают Скорее Сего Вот Эти Вот Целеры Вот Раз Они Скидывают То Тут Начинается Сброс Продаж Это Ликвидность На Покупку Возможно Это Объясняет Вот Эти Дельты Это Могут Быть Сбросы Как Раз Продаж Которые Были Открыты В Начале Контракта Уровни Я Выделил Ориентируйтесь То Должны Обязательно Пробить Вот Эту Локацию Удерживать То Если Вы Планируете Либо Стоит Покупка То Вам Нужно Обязательно Убедиться Что Удерживают Вот Этот Тур Здесь Были Покупки Здесь Были Покупки Если Выпустят Красную Зону То Уже Все С покупками Точно Тур Вот Видите Здесь 4 тонны На Транье Селера Идут На Север Прямо Аж Как будто Поздравляют Поэтому Уровни Выделить И Мониторить Вот Такая Схемка У нас По Еврику На Пятницу Прошлась Самый Минимум Как будто Кто-то Нашептал Купить Здесь Даже Не пошли В МИЖ Представляете Кто там Зашел Даже На Тик Ниже Не пустили Этого Объема Котировку Здесь У нас Затарилась Уже Группа Из Америки Это Скорее Все Были Покупки И Если Понедельник Тире Вторник Этот уровень Не осилит Не будут Пробивать Не будут Пускать Пробивать То Это Может быть Хорошая Поддержка Так Ну Еще 35 тонн Прошло В этом Диапазоне Ну В принципе Закроется Выше Ниже Уже Будет Намек На То Кто Более Активен Следующее Обратите Внимание Как Размещаются Быстро Резко И Диапазон Раз Два Это Одни Те Же Руки Это Одни Те Же Люди Либо Же Банки Либо Же Возможно Даже Объединение Банков Значит Ну Здесь Насчет Сопротивления Можно Даже И Не Уточнять 14.35 И Прям 14.50 Обязательно Раз Два И Три Вот видите В одном и том же диапазоне На протяжении недели Бомбят Крупными Объемами Здесь У нас 27 тонн Прошло Тут Порядка Ну Там 5-6 И Сегодня Будут Удерживать Выше Этого Диапазона Значит Вайры Стараются Толкнуть Выше Как Только Удут Ниже Этого Диапазона Все С покупками Уже Лучше Не Играться Так Сейчас Буквально Фунтик И Пойдем На Нефти И Золото Значит Вот Такая Вот Схемка По Фунту Возьмем Массив Перед покупкой В качестве Поддержки 52 10 52 70 Потом Вот эту Локацию Стоит Взять На Вооружение 53 45 Ну И Вот По 10 35 Будут Удерживать Активно Выше Данного Диапазона Еще Есть Байеры И Возможно Мы 55 Все Так Увидим Жесткое Волатильное Объемное Пробитие Диапазона И Атака 53 На 52 70 Тут Уже Будем Мониторить Как Возможный Улим Сопротивление Как раз В 54 Плюс Минус Там 30 Тиков 18 Числа 99 Тон За Сессию Прошло Вот Объем Сформировали Прямо На Макушке Вот Этот Объем Минус И Сегодня На Минус То есть Как видите Объем Фактически Идентичный Поэтому Прострел На 50 4 60 54 80 Означает Что Будет Плут И Тут Заталили Семьи Тяжи Ребята Поэтому Вот Этот Диапазон Тогда Будем Рассматривать В качестве Поддержки То есть Возможно Так 55 Жесткий Срыв 53 20 53 30 А это Конечно Будет Непозволительно Для этих Массивов И Нужно Будет Учитывать Это Ну Вот Уровень Поддержки Которые Могут Притормозить Так Франк Попросили Сейчас Садим Франк Так Давайте Анализировать С 15 01 Как Только Цепились Сегодня Ликвид Самый Такой Больше Был Только 24 Тысяч Сегодня Порядка 16 Идет Якобы Снижение Но Они Не падают Они Просто Сползают То есть Возможно Идет Закупка И они Просто Выносят Последних Ребят И Все Таки Пострел Пошел На 10 68 То есть Вполне Похожая Схема Может На Еврике Быть Пандем Терратор Просто Еврике Еще Там Гасит Стопы А тут Уже Пошли Вырваться Франк Если Уйдет За 10 72 10 81 То Возможно Мы Увидим Как раз Левое Плечо Голова И Сформируется Правое Плечо И пойдем На 12 Неспособность Пробить Этот Массив Либо же Этот Массив Застопая На 10 76 На 10 72 То есть Сразу Возникнет Подозрение На Счет Баев Ну вот Объем 1 Ключевой На Этой Неделе И 20 Тисла Самый Ключевой Нефть Да Кстати Можете Как раз На Волсит Онлайн В Фейсбуке Если Какой-то Инструмент Разобрать Вам Хотелось Бы И Все Это Поддержат То Если Будь Большое Желание У Всех Можем Рассмотреть То есть Вообще Нет Все Лучше Делать Там Между Полсит Онлайн Три Сессии Здесь Две Тут И 50 По 51 25 Плюс Начали Новости Проходить По Добыче Нефти В Америке Ну Опять же Мы Манипулятивно Хотят Сбить Цену В общем Пристальное Сходим За Как раз 50 Тире 51 Это Вот То Где Крупные Объемы Были Последнее Время Край Уже Будет Вот этот Массив Обратите Внимание Тут Тут Раз Тут Две Сессии Еще Здесь Объемненько Разместились Причем Этот Перед Был Достаточно На повышенных Оборотах Это Уже Такая Последняя Инстанция Поддержки У Нефтянки Если Начнут Гасить Уже 48 85 То Мы Можем Опять Увидеть 42 41 Вот Такая Вот Схемка Тут Липидность Была Вчера 380 Тон Оборот Пока Не ушли Ниже Этой Сессии Поэтому Нейш Сохранение Росходящей Динамики Посмотрим Я думаю Что На следующей Неделе Опять На нефтянке Будут Раскачивать Активность Под Тему Греции Под Тему Америки Средодобычи Кстати В этом Фильме Подчеркивается День И Какой Принял Указ Буш Младший По поводу Деривативов С этого Дня Начался Начали Надувать Мульный Пузырь Это было В 2000 Году Если Не Ошибаюсь 20 Какого То Февраля Вот С того Момента Начали Надувать Мульный Пузырь И Алан Гринспен Очень Это все Продвигал И Бернанке На это все Закрывал Глаза Там Просто Какая-то Мафия Жестая Так Ну Бернанке Пришлось Все расклебывать На самом деле Там все Гринспен Отправил Так Значит По нефтянке У нас Гельта Растет Как видите Вся неделя Была Соу-соу То есть Ну Ну Левая Дельта Тут тоже То То Ну Левая Байера Которые Были Вот тут Уже Скорее Всего Нет Вот И Вот Смотрим Три Споловиной Фактически Болтаются И идут Куда Минимум Пядец Атака В понедельник Четверга За Пятьдесят С покупками Будьте осторожны Могут конечно Закрыться И потом Если в понедельник Пойдет рост То да Но раз там Америка Начала петь песню Про добычу нефти Сколько объемов Это скорее всего Намек на то Что они будут По нефтянке Сейчас опять мучить Будет к этому готовы Поэтому и рубль Себя так ведет И спот В общем На споте Вы видели Как фиксируют быстро Да и на рубле Так Ну вот такая вот схемка У нефтянки Открыть интерес Там нет Смысл осмотреть Вроде новый контракт Начался Глянем Почему Сразу подблизить Нормальная графика Ну видите Новый контракт Начался Буквально два дня Поэтому Кто-то интерес Сейчас Включим Так Это с одного контракта Это с другого И у нас На неделе Была смена контракта Поэтому На мартовском Тут 54 53,50 Но Эти уже Сделки закрыты И Переходим на Апрельский Там их выделим По-своему Значит Чуть-чуть повыше Были эти сделки Вот они 54,54,50 Выделим Вот они Размещались Потом Вот здесь 53,60 Еще одна Загрузка Ну и собственно Вот Учитывая что Такой вроде С минимумом Пошел Красивый рост И там Зависли на всю сессию И сегодня Просто даже Ни Азия Не посмела Уйти выше Как по звонку Ни Европа Ни Штаты Никто не посмел Уйти выше 52,40 Поэтому Поддержка У меня 51 Это Такой контрольный уровень Если Загасит сегодня Даже цену Либо в понедельник Этот диапазон Поддержки То На нефтянке Возможно Увидим еще снижение Последняя такая Вот точка Это 50 Там 50 Скотеками В общем Вот это Пока поддержка Последняя Если все-таки Удержат Понедельник Там Тирео вторник Этот уровень И пойдут Атаковать Этот уровень 52 То есть шансы Что мы увидим 54 И собственно И РТС Еще может Подрасти Сейчас мы глянем На другой Нефтянке По Бренду Идентичная схема Вот они Ушленность С минимума И Раз, два Не пускай Ни Азия, ни Европа, ни Америка Не ушла выше 61 То есть Вот тоже Уровень Идентичный Как на Лайтсвит Это вот уровень Саппорта Который Нужно Удержать Любой ценой Удержат Тогда Есть шансы На сопротивление Тут Петровочка 62.25 62.90 Если пойдет нефтянка Еще ниже То противовес Могут Золото Немножко Прикупить Чтобы вынести Всех Селлеров Так как Многие Привыкли Что Нефть падает И золото Начинает падать Вот Поэтому Вынесли Сначала Селлеров А потом Посмотрим Как они С этими уровнями Справятся То есть Если они Удут Не пустят Выше 42.00 44.00 Может Мы увидим Снижение Падают объемы В конце Недели И самый Мощный У нас был Как раз В 18.00 Сла Эту Сессию Не пробили Даже Не попросмели Тестировать Максимум Вот Этот Уровень На следующей Неделе Мы будем Мониторить На предмет Активности Селлеров Три Сессии Тут Разместили Объемы И потом Сиганули На Юг И не пробили То есть Даже Не попытались Толкнуть Выше Петровку И висят Уже На Минимуме Всего На Среди Вот Такая У нас Локация На Сотвратив Ленина Сейчас Посмотрим Под Дельте Как Обстать Дела Назвать Тишкин Бабах Вот Ассессия Которая Объемника Вот Как На Неделе Приходится Селлеров Остальные Все Видите По нулям То есть Ну Ближе К нулевой Дельте И вот Еще Одни Селлеры Раз Уровень Не пробили Тут Тоже Подгрузили Вот Как раз Там Селлеры Размещали Позиции Вот Эта Сессия Неделе Пошла Выше Что Стоит Выделить Тут Семь Тон На Продажу Тоже Две Семь Бороли С ним Пробили Семь Две 12 18 1 3 2 3 2 Вот Этот Массив Мы Выделяем И Собственно Защиту Видите Байеры Не так уж И охотно Работают Если бы Были охотно На рынке Байера То Мы Увидели Хоть Какую Небудь Дейту Там Ближе Тройки Четверки Тон Но Тут Видите По нулям Все Идет У них У меня Особо Большое Желание Работать Тут Хоть Видите Хоть Старались Там Какие Были Надежды На Рост Тут Вообще Ноль Так Ну Первое Если Вы Все Таки До Последнего Верите Что Будет Рост Нужно Смогут Пробить То Обезопасить Свою покупку Перевести Безугой Таки Следить За Ситуацией На Сегодня Все Ждем Вас В Среду На Открытом Вебинаре Фильм Который Я Обещал Появится Скоро На Канале Ютуб Либо Сегодня Вечером Либо Завтра Днем Если Вы Подписаны На Рассылку В Рассылке Он Придет Вам На Почту Вам Хороших Торгов На Следующей Неделе Будьте Осторожны Последние Две Недели Это Всегда Грязные Торги Всегда Поэтому Осторожно Осторожно Следите За Новостями Всего Хорошего Хорошего Выкенда Хорошего Вечера До Пятницы До Среди Встретимся На Следующем Уфлит Онлайн До Создание Пока Продолжение следует